Еще в 2002 году шахматная школа «Магия» была передана станции юных техников. До этого преподаватели клуба вели уроки этой древней логической игры в школах. Так как у Сюта не оказалось свободного места под клуб, то было решено поместить кружок в библиотеку ДК «Нефтехимиков», которая тогда находилась в ведомстве АНХК. Преподаватели «Магии» вместе с родителями сделали там ремонт, оборудовали класс. Но ситуация изменилась в прошлом году. А где-то год назад вот эту всю библиотеку ДК «Нефтехимиков» передали в централизованную библиотечную сеть администрации города. И они, естественно, стали свои планы вынашивать. Нас еще год, где-то год назад сказали, чтобы мы освобождали. Мы попросили, чтобы доработали этот учебный год. Мы этот учебный год доработали. И сейчас нам предложили, сказали, чтобы мы освободили это помещение. Они как ставят вопрос? Поскольку мы относимся к станции юных техников, значит, это как бы наша проблема, мы сами должны выискивать помещение. Но я хочу сказать, что исторически получилось так, что мы когда пришли работать на станцию юных техников, у нас не было помещения. За 10 лет работы школы и ее воспитанники становились многократными победителями и призерами городских, областных и всероссийских соревнований. Ребята занимались там бесплатно. В этой библиотеке даже проводили первенство региона по шахматам. Но все-таки деятельность СЮД контролирует районная администрация, а ЦБС в ведении городской. Поэтому документально в этом здании шахматисты больше находиться не могут. Мы даже не имеем права сдавать в аренду никому другим этим учреждениям, тем более из другого как бы к району относится. У нас же, знаете, КУМИ – это собственность района, а ДУМИ – это собственность города. И поэтому новое время, новые правила, новые законы. А вот шахматная школа, она вообще относится к ГОРОНО. У нас очень большие планы на эту библиотеку, так как там нефтехимическая компания, в общем-то, сдавала многим подразделениям. Там было сыр бур в этой библиотеке. А мы хотим, чтобы это было нормальное, профессиональное библиотечное учреждение. На месте магии уже открылся центр активной молодежи. А шахматистам предложили помещение в здании магазина, которое преподавателей и учеников совершенно не устраивает. Руководство станции юных техников написало заявление местным властям с просьбой оставить помещение школе. Сильно ли пострадают читатели библиотеки, если за стенкой вместо активной молодежи снова будут заниматься юные шахматисты – вопрос скорее риторический. Яна Попова, Михаил Терышкин, Местное время.